Послушайте, прямая телефонная линия по вопросам учета и взыскания налогов. У вас есть по этим вопросам какие-то вопросы, предложения? Да, есть. Вот, к примеру, есть такой налог за то, что у меня больше расходов над доходами. Как он правильно называется? Это подоходный налог. Не-не-не, есть налог облаживается за то, что человек больше потратил, чем заработал. Это как это называется? Это подоходный налог. Да? Да. Так я считаю, что это несправедливо. Почему я должен платить с того, что я потратил больше того, что заработал? Что бы логика? Логика в том, что как вы можете потратить больше того, что вы заработали. Мама дала, подарила. Папа, сестра. Ну, понятно. Так можно? По этому направлению выстроена уже давно, причем определенная схема отработки всех ваших пояснений. Ну, мама подарила, папа оставил в наследство. Так так нельзя, подождите, что... Ну, что значит так нельзя? Ну, согласитесь, что налоговые органы тоже не работают. Ну, грубо говоря, каждый инспектор как придумал, так и работает. Все же прописано в законодательстве. Поэтому, если законодатель, все наши депутаты, президент подписали законы, указы, то, ну, что вы говорите, так нельзя. Если вы считаете, что это, ну, неправильно, пожалуйста, представляйте свои предложения. Сейчас проводится Министерством финансов совместно с другими, ну, не только с нами, с Министерством по налогам и сборам, но также с другими государственными органами. Ежегодно, как раз вот в этот летний период, проводится работа по изменению, ну, в частности, налогового кодекса. Пожалуйста, направляйте свои предложения, если вы считаете, что что-то не так, несправедливо. А могу я заручиться вашей поддержкой? Моей личной поддержкой? Ну, да, вот как начальника Главного управления анализа учета налогов. Поддержкой в чем? Поддержкой в том, чтобы изменить налоговое законодательство и перестать брать подоходный налог с тех, кто больше тратит, чем зарабатывает. Нет, вы знаете, моей поддержкой в этом вопросе личной вы не можете заручиться. Почему? Ну, потому что мы сейчас с вами просто разговариваем. Каких-либо аргументов и обоснований вы привести не можете. Поэтому я вам предлагаю, пожалуйста, подумайте, изложите свою позицию с приведением обоснованной аргументации. Почему вы считаете, что это не так? Так вы научите меня, почему это не так. Потому что, ну, во-первых, работы нет у нас в поселке. Что значит, научите меня? Ну, вы же специалист. Дайте совет, как правильно аргументировать, чтобы мне поверили, откликнулись на мою инициативу и изменили законодательство. Знаете, учить аргументации не входит в мою компетенцию. Ну, почему вы такая закрытая? Ну, а второе, ну, какая закрытая? Недружелюбная какая-то. Ну, я не недружелюбная. Вы хорошая? А вообще, конечно. А вообще, у нас есть главное управление налогообложения физических лиц, которое занимается непосредственно этим вопросом. Ну, да. Ковалевский Андрей Александрович, начальник главного управления. Если, ну, вы действительно считаете и можете, ну, как я говорю, аргументированно пояснить свою точку зрения, можете пообщаться с ним. Он как специалист узкий в этом вопросе. Да. В этом узком вопросе. Понял вас. Слушайте, такая... Я считаю, что у нас в Республике Беларусь все-таки все решает Александр Григорьевич, президент который. И, наверное, ваш узкий специалист все-таки не будет, не сможет решить этот узкий вопрос. Ну, конечно, он сам не сможет решить. Ну, я же вам еще три минуты назад сказала, что если законодатель... Мы же не работаем, ну, сами от себя. Мы работаем по тем указам, законам, кодексам. Так да. Так вот, тут-то и проблема, что Лукашенко же ничего не докажешь. Ему же как... Вот как ему надо, так он будет с нас сдирать эти деньги на свой ОМОН, на свои резиденции. А сам не отчитывается нам, куда пошли деньги. Как, что он хорошего сделал за пятилетку, да и за год прошлый. Вот тут такие проблемы возникают. Поэтому одна надежда на Координационный Совет, на наше светлое будущее. Что они придут к власти, Лукашенко посадят в тюрьму. Ну, не в тюрьму, но будет суд над Лукашенко. Суд справедливое ему наказание вынесет. В тюрьму ему или на расстрел, не знаю там. Потому что, ну-ка, видите, с каждым днем все хуже, с каждым годом. Люди уезжают. Кому налоги платить? Кто пенсии-то старикам формировать будет? Вакансии вон больше за 100 тысяч. Врачей не хватает. Не знаю, как налоговиков. Хватает у вас там специалистов? Хватает. Хватает, да? Платят нормально? Мы какие вопросы обсуждать будем? Я про то, что несправедливое у нас налогообложение. Несправедливое. А чтобы изменить это, у нас нету полномочий и ресурсов, потому что у нас Лукашенко самодур, извините. Хорошо, хорошо. Вот если вы так утверждаете, что у нас несправедливое налогообложение, приведите пример, где налогообложение справедливое. Вот, Ольга Игоревна, вы мне поставили вопрос ребром. Я не подготовлен, чтобы вообще некомпетентно. Нет, ну смотрите, вы же утверждаете, вы же пытаетесь своими такими разговорами, как я понимаю, вы пытаетесь каким-то образом вывести меня... Из равновесия. Наверное, переубить, нет, не из равновесия, переубедить меня в какой-то там, склонить на свою какую-то позицию. Ну вот вы мне рассказываете про светлое будущее под руководством Координационного совета. При этом, ну опять же, если вы придерживаетесь этой позиции, то раз вам там говорят о том, что у нас и это нехорошо, и то неправильное, и налогообложение у нас несправедливое. Ну просто хотелось бы действительно, ну раз люди, они же, наверное, тоже изучили мировой опыт разнообразный, хотелось бы просто, ну вот пример, а где это все хорошо? К какому светлому будущему нам надо стремиться? А вы, умница, Ольга Игоревна, вот поставили меня в тупик. Я не знаю, какой даже пример привести. У нас же везде, везде людей, людей сдирают налоги. Так вот, так вот, вот да, понимаете. И если посмотреть, например, опыт тех же развитых европейских стран, та же Франция, Германия, ну если мы в частности говорим, например, про налогообложение дохода физических лиц, да, у нас, ну, стандартная ставка подоходного налога 13%, то там, ну там идет вот эта вот прогрессивная ставка, да, вроде как вот, наверное, сторонники вашей позиции будут говорить, ну так это же правильно, чем больше зарабатываешь, тем больше у тебя должны изымать. Но у них там, во-первых, все очень сложно и запутано, и там эти ставки доходят и до 50, и до 60%. Вообще, допустим, если у нас, смотрите, налоговая нагрузка, ну это такой, может быть, конечно, не для физических лиц, показатель для субъектов, 22,5%, то, например, там, в той же Франции, там, порядка 42%. Так у них там богатых много, вот, и поэтому требуют с них поболее налогов. А у нас же нищие люди. Как бы, ну, я так понимаю, я во Франции не жил, не знаю. Ну, нет, так я к тому, что, когда мы говорим, что у нас все несправедливо, ну... Не все у нас несправедливо. А где этот эталон? Я вот подумаю тоже, где... А как? Нет, на самом деле, действительно, ну, как бы, для того, чтобы я... Ну, честно, это если мы уже с вами там разговариваем, дискуссируем, всегда, ну, прежде чем сказать, нужно, наверное, как бы чуть больше изучить. Привести пример. Ну, даже не то, чтобы привести пример, а чтобы понимать, как не только у нас, а еще где-то. Ну, ладно, пусть остаются налоги, как есть, где они несправедливые, но вот у нас есть же налог на тунеядство, за социальное иждивенчество. Нет у нас такого налога. А это не налога, а это что? Это нету такого налога. Ну, за социальное иждивенчество там... Никто ничего не платит. Никто ничего не платит? Налога, по крайней мере. Нет, конечно. Социальное иждивенчество в Беларуси, я же новость недавно читал. Там стопроцентная оплата коммунальных услуг. Ну, так это стопроцентная оплата коммунальных услуг. Ну это опять же, как вы говорите, что почему я не могу купить там дорогую вещь, если у меня доход там, не знаю, 200 рублей, так и здесь, так а на что ты живешь, на что ты живешь, ну если ты нигде не работаешь, либо ты работаешь и по, ну все там, не знаю, по всем данным видно, что зарплата у тебя там даже меньше минимальной В магазин сейчас пойдешь один раз, ничего не купишь, 50 рублей потратишь О, вот вы молодец, проблему обозначили, ничего не купишь, 50 рублей потратишь Ну, так а что не так? Ну так кто же виноват в этом? Кто виноват? Ладно, никто не виноват, это политика уже начинается, не отвечайте на этот вопрос Слушайте, так, я же вот, вот проблема, ладно, ну платим эти налоги, но я же не могу знать, я же не могу знать, на что идут эти деньги, в которые я налог, сформировал налог в бюджет А я же не знаю, как бюджет это распределяется, мне не показывают Ну так позвоните в министерство финансов, у них же тоже по субботам проводятся прямые телефонные линии Они, смотрите, я точно знаю, что они ежегодно делают, даже в картинках я бы сказала, чтобы было доступно для восприятия, бюджет для граждан называется И там видны, вот как формируется бюджет и на какие там, так сказать, не статьи, конечно, а направления расходуются, там с цифрами все Да-да-да, там очень все сложно и непонятно, там должен специалист разъяснить все эти коды Нет-нет-нет, у них вот тот, который бюджет для граждан, там, я говорю, я его видела, там все в картинках Министерство финансов? Да, министерство финансов Ладно, позвоню им еще, я спрошу Позвоните, да У меня был такой опыт, Ольга Игоревна, у меня был такой опыт, у нас же в конце года, значит, делят депутаты местного совета бюджет, там, на район или на область И эта сессия открытая, а меня туда не пускают, никого туда не пускают, понимаете, непонятно, как они там работают, руки поднимают и говорят, вот я не согласен, мы на медицину дадим больше, чем на военную сферу Вот такого нигде же не видно, как они открыты, мне кажется, все уже поделено и просто по факту нам сообщают, вот мы решили так, а почему у народа не спросили больше куда потратить-то бюджет? Вот обидно, можно налогов платить сколько можно, но надо чувствовать, что ты соучастен, причастен к тому, что ты действительно влияешь на формирование той или иной сферы бюджетной, что ты причастен к социально-политическому жизни страны, а нету такого, вот в этом-то и обида Ну почему нету, когда вас приглашают на выборы тех же депутатов, которые потом, опять же, ну депутат он представитель, вот он представляет ваши интересы Да не представляет, я им звонил, я им спрашиваю, кто на Украину напал, они говорят, что Украина сама на себя напала, что это за депутат такой? Не знают, кто-то не отвечает, кто-то, что за депутаты такие? Говорю, а Гитлер на кого напал в 41-м? На СССР, там они знают А говорю, на Украину кто напал? Так что это за депутаты такие? Я говорю, а почему депутаты, объясните мне, Лукашенко своему несовершеннолетнему сыну в 20-м году давал автомат Калашникова? Ну кто ему дал? Это ж по закону нельзя, это ж уголовная статья Тоже не знают Так а как эти депутаты могут нам помочь? Может по налогам они больше разбираются и компетентны? Вот вы, Ольга Игоревна, можете сказать, кто напал на Украину? Вы знаете, я женщина, я не люблю вопросы о войне Все, женщина, все, это хороший аргумент, такие вопросы задавать не нужно Тогда спасибо, Ольга Игоревна, что терпели меня Что вы сказали свое мнение Я думаю, вы человек хороший Когда мы придем к власти, мы вас сделаем министром Спасибо, не надо Чего? Чего? Ну я действительно считаю, что министром, ну вот в частности в нашей сфере, должен быть мужчина А когда, что же такое? Это мое личное мнение Так а чем вы руководствуетесь? Ну как так? Чем я руководствуюсь? Ну тем, что, во-первых, налоговая служба это фискальная служба И если там немножко заглянуть в историю, всегда сборщики налогов, ну, традиционно были мужчины Мужчины, действительно, они более устойчивые, ну, наверное, морально и психологически Все равно между мужчинами и женщинами есть разница, да? И я действительно искренне считаю, что такую должность должен занимать мужчина А кто вас так научил? Ну это же какой-то архаичный патриархат Что у вас там? Нет, нет, я, ну как это, я не феминистка Я, наверное, все-таки даже сторонник каких-то вот этих классических моделей Традиционных Ну а что плохого, подождите, а что плохого, когда всегда же вот там женщина выходит замуж Замуж, то есть она замужем, ну, то есть это, не знаю, для нашей славянской культуры это нормально Так а и в США замуж выходит, там, хоть и не славяне, тоже замуж Да, или нет? Или у них другое слово? У них уже давным-давно вот это вот равенство, ну, что они из этого получили? Так неужели у вас нету амбиции? Ольга Игоревна Амбиции? Нет, при чем тут амбиции? Амбиции амбиции Ну вот начальницей стать самой главной, вершить судьбы министерства, там, проявлять инициативу, утверждать законы, там, иметь власть в конце концов У вас нет таких амбиций? Нет, иметь власть, у меня такой амбиции у меня нет Интересно И вершить судьбы тоже А у меня вот есть Вот быть руководителем для того, чтобы, ну, что-то совершенствовать и делать лучше, организовывать, там, своих подчиненных И вот в этом направлении, да, это мое Ну, я понимаю, что министр это самый главный руководитель, но я ответила честно и искренне, я считаю, что на этой должности должны быть мужчины Знаете, еще больше захотелось сделать вас министром, скромность тоже к лицу Вы молодец, вам надо в политику Я бы за вас голосовал Знаете, немного чиновников Спасибо, выказанное доверие Немного чиновников, которым я могу вот так вот сказать Вы молодец, вы мне понравились У нас очень плохо с чиновниками, я вам скажу Я часто им звоню, задаю вопросы Но вот вы меня растрогали Все, прекращаю эту беседу, потому что совсем растрогаюсь до конца До свидания До свидания, хорошего дня, да До свидания Хватит насиловать женщину приличную Нет амбиций у нее политических Не то, что у Качановой А может и у Качановой нету А ее заставили Как вам моя шутка, растрогаюсь до конца Напишите в комментариях Субтитры сделал DimaTorzok